Коллеги, добрый день. Начинаем пресс-конференцию на тему ущемления ювелирного бизнеса в Харькове. Сегодня наши спикеры Елена Маслова, директор Аризона Харьков, Виталий Виленко, директор компании Аквамарин, Василий Гирки, ювелирная компания Юмикс, Максим Бабий, ювелирная компания Лазурит и Михаил Копцев, народный депутат Украины. Наши спикеры подробнее расскажут о сложившейся ситуации. Виталий, начнем с вас. Здравствуйте. Ой, простите, да, Елена с вас. Пожалуйста, расскажите подробнее о том, что случилось. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас получилась такая ситуация интересная. Мы работаем 12 лет уже на этом рынке, украшения из серебра, и всегда все было в порядке, все клиенты довольны. Потом, получается, 9 февраля такая история, что якобы был молодой человек, который купил в каком-то магазине кольцо за 180 гривен. Оно у него потемнело, он пошел в прокуратуру с этим кольцом. Прокуратура, то есть он пришел туда 28 сентября, 29 января сделали экспертизу о том, что это якобы не серебро, делали в пробирном надзоре. 3 февраля суд дал ухвалу, и 9 февраля с этой ухвалой, кольцо 180 гривен, с этой ухвалой изымают у предпринимателя, с которым мы работаем, ну просто по договору он выкупает товар, изымают у нее товар в торговом центре «Космос». И еще по одному адресу, который ошибочно был указан в ухвале якобы как наш, Каштановая, 29, едут автобусы, два автобуса с правоохранителями, которые вооруженные, то есть они туда вламываются, и тоже ищут там нас. Нас не нашли, потому что мы в этот момент меняли юридический адрес, то есть такое вот смешное совпадение, то есть мы с одного места, где были, уехали, а на другом месте просто еще этого не было в реестре. После этого получается, что опять-таки за вот эти 180 гривен у человека, вот у предпринимателя, который потом обращался к Михаилу Валентиновичу, изъяли товар примерно на 60 тысяч гривен. И сказали, что если куда-то будете обращаться, мы изымем еще больше. Ну очень было всего смешного здесь где ухвала, то есть там, например, суд говорит о том, что серебро не кемнеет, как драгоценный металл, хотя серебро кемнеет. Или, допустим, то, что они изъяли кольцо массой полтора грамма, а на экспертизу отнесли массу 0,97 грамма. Ну много таких совпадений, мы писали об этом на Фейсбуке, то есть мы, в принципе, освещали эту ситуацию. Основное, что в этой схеме, то есть по такой схеме, то есть получается ухвала, и потом приходят, то есть у них задача какая? Любым путем попасть на предприятие. Потом парализуется работа предприятия, то есть, ну, арестовываются там изделия, или закрываются какие-то цеха определенные. И после этого уже люди начинают договариваться. То есть схема эта в Харькове работает очень давно. То есть в этом году это просто мы попали в начало, хотя по непроверенной информации уже есть люди, которые за это заплатили большие деньги. Экспертизу делали не по одному изделию, то есть там много изделий было. Поэтому ждем, где еще у нас всплывут некачественные изделия. Что особенно обидно, почему мы возмутились, то есть если бы нам инкриминировали какие-то вещи, там, я не знаю, более серьезные, но качество это то, чем мы всегда отличались. То есть резонно это, то есть качество основное, и все потребители, в принципе, это знают. То есть нас обвинили по 190 статье, часть первая это, ну, то есть мошенничество, что мы человека обманули. Потом, когда мы начали искать, кто этот заявитель, у заявителя ВКонтакте все друзья Университета внутренних дел, ну, в общем-то, я, дальше это мои предположения, я пока озвучивать не хочу, потому что наше дело еще не закрыто на сегодняшний момент. Изделия, которые изъяли, они сейчас на экспертизе, то есть как бы я понимаю, что там результат может быть пока любой. Поэтому вот та часть, которую я могу рассказать. То есть к нам они не попали исключительно, потому что вот они ошиблись адресом. Спасибо, Виталий Виленко, пожалуйста, вам слово. Ну, в отношении своего, своей ситуации, я могу сказать, что у меня она немного другая. Я, в отличие от Елены, у меня дело уже закрыто, как три года, и у меня идет обратная реакция по отношению к правоохранительным органам. Я сужусь с ними, возбудил против работников БХСС, или как они там называются все время. Защиту экономики. Ну, защиту экономики, да, я не успеваю следить изменения. Вот, я против них возбуждено, ну, внесено в единый реестр дело по превышению служебных полномочий. И точно так же было парализовано мое предприятие исключительно. Ну, правда, схема была чуть-чуть другая. Не по поводу экспертизы какого-то кольца, а экспертная оценка какого-то эксперта, бухгалтера, который потом, как выяснилось, не является неаккредитованным экспертом. И мы, в принципе, даже бухгалтером уже не работали, а работал когда-то в этом же БХСС области в отделе каким-то бухгалтером. Вот, и точно так же в этой системе, ну, по такой же схеме была парализована работа моего предприятия. На две недели изъяты все документы, вывезена вся компьютерная техника. Конечно, я ее там в течение пяти рабочих дней, мы его вернули по постановлению суда обратно, но, тем не менее, ничего, в принципе, практически не изменилось. И дело против этих правоохранителей мы прекращали, наверное, ну, шесть или семь раз. Я обжаловал это в суде, и оно до сих пор как бы расследуется. И мне пишут, вот тоже благодаря Михаилу Валентиновичу, он направлял и запрос в генпрокуратуру. Но пока на самом-то деле все все равно на том же месте, как и есть. То есть никто решений о поводу ответственности правоохранительных органах в данном направлении, никто, к сожалению, не принимает. И взять на себя ответственность, сказать, что дальше таких прецедентов не будет, наверное, вряд ли кто-то сможет. Поэтому в связи с этим мы хотели бы, ну, какой-то группой людей обратиться к общественности и защитить каким-то образом наши интересы, как обычных предпринимателей, и владельцы среднего, мелкого бизнеса, которые, наверное, являются самыми серьезными налогоплательщиками в нашей стране. Спасибо. Спасибо, Василий. Вам слово. Включайте микрофон, да, к себе поворачивайте. Добрый день. Я пришел сюда для того, чтобы поддержать своих коллег и ребят, которые столкнулись с этой проблемой. И просто самая серьезная ситуация. Мы первый раз столкнулись для того, чтобы в Украине или в Харькове начинается порочивание торговых марок, или люди десятилетиями добивались качества предприятия, да, для того, чтобы люди доверяли и покупали ту или иную компанию в виде изделий. Также и мы, может быть, столкнемся с таким. Вот я солидарен с Еленой. Дай Бог, чтобы на этом и закончилось все. Спасибо. Максим Бабий. Здравствуйте. Да, ну, со слов Василия, то, что мы годами нарабатываем репутацию, боремся за качество, и в такое нелегкое время для нашей страны мы являемся отраслью, которая имеет сотню и даже больше тысяч рабочих мест в нашей отрасли. Мы дорожим своим качеством, своим коллективом, и то, что происходит, не добавляет нам уверенности, оптимизма в завтрашнем дне, потому что у меня нет такого, наверное, такого, дай Бог, опыта, как у Елены, как у Виталия. Но общение с правоохранительными органами происходит периодически, и это, как получается, для меня неизбежная часть моей работы. Вместо того, чтобы добиваться качества производства, продажи, торговли, удовлетворять своих потребителей, мне приходится очень много времени тратить на то, чтобы в своей голове, в своих мыслях думать о том, что сейчас происходит, ну, почему мы здесь собрались, вместо того, чтобы быть на своих предприятиях. И выражаем, естественно, поддержку нашим коллегам, и хотим, чтобы при помощи Михаила Валентиновича все-таки как-то о нас услышали и дали нам работать. Они заставляли нас решать какие-то вопросы. Поэтому, в принципе, все, что говорится, это все понятно, я думаю, не только наша отрасль переживает такие моменты. Спасибо. Ну, и Михаил Копцев, пожалуйста, со своей стороны прокомментирует. Да, значит, по конкретному делу. Ко мне обратились после изъятия этих изделий, обратились частные предприниматели, которые изделия изъяли. Мне стало понятно, где проводятся следствия, и кто процессуальный прокурор, и кто начальник этого прокурора. То есть, ну, как вы понимаете, понимая вообще абсурдность, вообще саму абсурдность процесса, давайте поймем, изделия 180 гривен, ущерб порядка 50 гривен, автобусы с вооруженными правоохранителями катаются по городу, что-то арестовывают, ну, поймите правильно, то есть это даже не абсурдно, это, знаете, как сюр какой-то непонятный. То есть, понимая эту ситуацию, то есть я пришел, я пошел к прокурору, это прокурор Харьков, сейчас называют Харьков-5, по-моему, да, вот, пятая прокуратура, то есть, Бугаеву Андрею Николаевичу, вы знаете, ну, наверное, все-таки страна меняется, прокуроры там немножко меняются, абсолютно приятный молодой человек, вдумчивый. Ну, на мои, значит, рассказы он был немало удивлен, быстро ознакомился с делом, ну, я не могу решать за него или там комментировать его действия, но я, ну, мне хотелось бы предполагать, я хотел бы в это верить, что, ну, это дело закончится закрытием, потому что, ну, абсурдность и сюрреализм понимают даже обычные люди, а не только прокуроры. Это то, что касается конкретного дела. То, что касается ювелирной отрасли в Харькове и вообще в Украине. В Харькове находится порядка двухсот средних и мелких предприятий, производящих золотые изделия. Серебряные и золотые изделия. Давайте поймем, что, знаете, ну, защищать, конечно, там хлеб, защищать памперсы всегда хорошо, но давайте поймем, что это ювелирная отрасль, кроме этих сумасшедших, значит, изделий там с камнями, бриллиантами и прочих дел, которые там обычные люди себе позволить не могут, на самом деле ювелирная отрасль, это есть часть культуры нашего народа. Рождается маленький ребенок, всегда мы идем к нему, к Кристины, берем этот маленький крестик, там, громовый, полугромовый, там, полуторагромовый, который стоит не так дорого, и который мы должны это сделать. Люди выходят, женятся, выходят замуж, одевают эти маленькие небольшие обручальные кольца, собственно, и, наверное, 199 предприятий из этих 200 этим делом и занимаются. Кроме того, по оценкам ювелирного рынка в Украине вот этот бизнес от производства этих изделий до ее продажи дают работу порядка 120 тысячам человекам. Поэтому, если правоохранительные органы, милиционеры и все, что рядом с этим находится, пытаются лишить куска хлеба этих людей, простите меня, там, маленький золотой крестик для новорожденного, это совсем там не миллиарды, не бентли и не то, что принято связывать там с какими-то экстрадоходами, то это как минимум преступники, знаете, мародеры в это время, тогда, когда эти малые и средние предприятия кормят не только себя, но и дают налоги. Поэтому я хотел бы предупредить работников областного БЭП, хотел бы, там есть такой, там, Кафан, Фролов, Соломаха и прочие. То есть, если, по некоторым данным, есть целый список харьковских предприятий, на которых собираются делать подобные наезды, то есть я хотел их предупредить, что они будут иметь отношение прямо со мной, мы будем выходить прямо в пресс-центры, в пресс-центре будем идти, там, губернатора будем идти на парламентские трибуны, когда угодно, потому что вне зависимости от того, производит малый предприниматель, там, печет хлеб, булочки, производит котлеты или там крестики серебряные, золотые для маленьких детей, да, это одинаковые люди, которые занимаются одинаковым бизнесом, которые одинаково кормят свои семьи и платят налоги. Спасибо большое. Спасибо. Давайте перейдем к вопросам, да, пожалуйста. Виктория Вашкевич, Телеколан Симон. Уточнение. То есть, я так понимаю, оштрафовали, ну, санкции наложили на партнера, у которого Вы закупали изделие. Вот лично Ваше предприятие пострадало. И второй вопрос, собственно, рожутиватели, зрителям, в чем схема? То есть приезжают, арестуют, то есть в чем... Смотрите, первая часть. У нас комедийность ухвалы в том, что там были два раза указаны неправильные адреса. То есть, ну, это подбор вообще, как открываются сейчас дела. То есть раньше, до начала следствия, надо было собрать какую-то информацию. Здесь в ухвале написаны наши... То есть это предприятие наше, но адреса не наши. Поэтому они изымали там, где увидели товар. То есть люди, которые покупают оптом, они просто... Тем более ухвала была на обшук, ну, вот, изъяли. Это первая часть. То есть мы просто случайно пролетели. Почему, собственно говоря, мы смогли об этом говорить? Потому что если бы у нас было бы парализовано предприятие, я не могу поклясться, что я бы не договаривалась. Потому что, ну, в современном мире сейчас каждый рабочий день, он чего-то стоит. А у вас производство? Мы производство, да. Мы производство очень много лет. И опять-таки сумасшедшие репутации, то есть это могут подтвердить даже мои коллеги. То есть на сегодняшний момент я считаю, что у нас она безукоризненная. Это первая часть. Схема. Ага, схема. В чем схема? То есть то, что я сказала. То есть смотрите, когда валивается, допустим, опечатывают, отбирают, изымают компьютеры и прочее, то есть вы не можете работать. Впереди 8 марта. То есть у нас вот еще там неделька, это когда вот так называемый высокий сезон. То есть когда надо много сделать, отгрузить заказы. Вы не можете работать, вы понимаете, что каждый день вы теряете кучу денег. Что вы делаете? Вы договариваетесь. То есть это и есть схема. То есть у них все составляется по принципу «главное влезть, а потом дальше что-нибудь обязательно найдется». У них какие-то там представления свои, что надо искать. Опять-таки, почему мы смогли выйти и говорить об этом? Потому что мы работаем честно. У нас все люди оформлены, мы платим налоги, и я этого не боюсь. А статья против вашего, да? Статья, да, ухвала именно на наше предприятие. То есть это просто побочно пострадали другие люди, которые, ну, им не повезло. А там какая статья? Там нет статьи, там просто у человека изъяли товар для экспертизы. То есть она тоже не может торговать перед 8 марта. У нее просто изъяли 96 единиц товара для экспертизы. Именно нашего производства. Спасибо. Еще вопросы. Вот вы говорите 200 предприятий в Харьковской области, да? Какое число из этих 200 имело похожие проблемы? Знаете, вообще какая-то статистика есть по вот этой ситуации? Ну, я могу сказать. Я, честно говоря, точно не могу сказать, какое конкретное число там имело подобные проблемы. Но в течение определенного времени, вот Лена говорит, они там работают около 10 лет, мы там на рынке около 20 лет, то такие вопросы возникают от разных правоохранительных органов. И они возникают с определенной чистотой. И те моменты, которые, вот Лена озвучивает, что они приходят и предъявляют подобные постановления на обыск, на изъятие, они являются абсолютно незаконными. И как практика распадаются, если не в первом заседании суда, то даже не доходя до суда, а те же правоохранительные органы, которые более компетентны в этом, прекращают эти дела, не доводя их до суда. Но проблема, самое главное, не у какого количества этих предприятий, мне кажется, возникают такие проблемы, а самая главная проблема, почему такая ситуация вообще в принципе возникает и почему ее допускают. Почему, допустим, ну вот Лена там, я не буду говорить не официальные данные, но официально Лена является, наверное, первым предприятием в этом каком-то периоде, у которого произошла вот такая вот подобная проблема. Но я больше чем уверен, да, в этом году. Но у меня такая проблема произошла там три года назад, у меня было то же самое, только была экономическая экспертиза, я же говорил, человеку, который абсолютно некомпетентен и незаконен. Но они возникают с определенной чистотой. Мы хотим это предупредить, наверное, и хотим сделать так, чтобы это не повторялось, может быть. И люди боятся об этом говорить. Ну да, конечно. Давайте я продолжу. Смотрите, тут на самом деле мы же, когда перед пресс-конференцией проводили там небольшое совещание, мы решили говорить только о том, что мы точно знаем для того, чтобы не водить в оману ни журналистов, ни общественность. На самом деле на следующий день там есть, у нас есть, как бы коллеги, у нас есть, у, как это сказать, у производителей есть коллеги, которые отказались сюда выходить, на которых был наезд и которые, как называется, решили этот вопрос. Они сказали, нет, мы не пойдем, потому что мы вопрос решили. Хорошо ли, плохо ли решили. Ну вы поймите правильно, там же вопрос не в этих 50 или 180 гривнах состоит, которые изъяли, да, или даже не те же, там в 96 изделиях, там они, не знаю, там по грамму по два обычно на этих лотках, которые продаются. Это тоже там 10, 12, 15 тысяч гривен. Вопрос в том, что висящая ЕРДР, и что это значит? Это значит, что в любой момент по ухвали суда те же правоохранители, там 2, 3, 4 автобуса или хотя бы один следователь с постановлением может зайти на предприятие, опечатать любую дверь, начиная с лоткой, заканчивая, ну там, где происходит производство, и предприятие будет блокировано. Поэтому под это можно, они могут выбирать любое время. Поэтому деньги, которые вымогаются за это, не 50 гривен и даже не вот эти штрафы, а вопросы за закрытие ЕРДР, это там не десятки тысяч долларов, но это несколько там тысяч долларов обычно, это стандартная цена. Вне зависимости, ювелира это, производители хлеба там или там кто-то еще. Вы сейчас сказали о том, что есть ряд предпринимателей, которые побоялись выйти и сказать о наездах, да? И сказали, что как бы, ну там, порешали. А цена этого порешания какая? Так я же вам говорю, цена порешания следующая. Закрытие уголовного дела, опять же, я не знаю, я не могу утверждать об этом точно, потому что я деньги не передавал, закрытие уголовного дела от 5 до 15 тысяч долларов, для того, чтобы из ЕРДР убрать, ну, закрыть его, собрать бумажки, сказать, все, больше того нет. И там какие-то 10, 15, 20 тысяч гривен, это потери на экспертизы, на товары и прочее, прочее. Поэтому, вот считайте, там, ну, в среднем где-то 10 тысяч долларов плюс-минус. Вы еще дополните, если можно? В момент того, вот у меня, допустим, сейчас открытое уголовное производство в отношении сотрудников правоохранительных органов, так вот у меня на самом-то деле не изъяли ни одного изделия. У меня изъяли документацию и компьютеры, которые увезли, допустим, якобы передали на экспертизу. После того, как я через 5 дней их изъял, потом прошло еще неделя, когда я это все настроил, потому что у меня больше тысячи квадратных метров и электронная программа учета, серверы, то есть у меня пропал видеорегистратор, ну, много о чем можно говорить. У меня за 2 недели отсутствие работы, у меня есть исковое заявление в суд, у меня ущерба больше, чем на 190 тысяч гривен, это было 3 года назад, это больше 20 тысяч долларов за приостановлением работы моего предприятия. Мне, у меня не надо ничего изымать, у меня есть работники, которые получают зарплату, и им все равно, ходят они на работу или не ходят, я им должен заплатить заработную плату. Поэтому это тоже очень серьезный ущерб для предприятия, независимо от решения или нерешения, я думаю, это так будет. Михаил, вот еще такой вопрос у меня возникает, почему вы занимаетесь этим? Скажите, ну, я народный депутат Украины, на самом деле у меня подобных вопросов, которые возникают, у меня там каждую неделю 5-6 организаций, частных лиц обращаются с целью тем, чтобы я им помог защитить их интересы. В данном случае, когда ко мне обратились ребята, я понял, что 200 предприятий в Харькове, и, знаете, мы же говорили, так список же начался, говорю, а, Аризона, это же на букву А, предупредите своих ребят тоже на букву Б, это будет следующее. Мы поняли, для того, чтобы превентивно бороться с этими процессами, то есть мы решили созвать эту пресс-конференцию, предупредить правоохранителей, чтобы они так себя больше не вели. А так у меня это обычная работа, как народного депутата. Да, пожалуйста, сейчас еще вопрос. Переводчиков Олег, аналитик Юэй. Скажите, Михаил, вы борец с коррупцией известный в Харькове и за пределами. Судя по всему, наверное, поэтому к вам и обратились. Вопрос к вам. Вы сообщили первый вопрос о списке, который якобы существует в правоохранительных органах. Список вы сообщили и предупреждали. Именно правоохранители, которые вы думаете или предполагаете, задействованы в этой схеме. Правоохранители по проверкам и так называемому беспределу по ювелирной отрасли. И второй вопрос. Мы уже услышали и ответали. И Елена обмолвилась о том, что возможно бы решала вопрос. Там было сказано, что решили вопрос. То есть предприниматели ювелирной отрасли, это закрытая такая группа людей. Они никогда не на слуху. Это за наше время, сколько их таких случаев было. Единицы, когда люди выходят и о чем-то общаются. Вы мне скажите, дальнейший ход тех сигналов, назовем так, вашей информацией, которая стала известной, что люди решают вопросы с правоохранителями. Будете ли вы добиваться и доводить до конца, чтобы мышление как у предпринимателей, так и у коррупционеров поменялось? Каждый понес свою ответственность, как даватель, так и получатель взятки. Спасибо. Но, честно говоря, вопрос про список я не понял. Вы сказали, что есть список, а вы предупреждали правоохранителей, что будете внимательны. Есть список. Нет, нет, не так. Мы знаем, что в Харьковской области мне сообщили, что есть порядка 200 предприятий. И на совещании тогда, когда обсуждали, как бороться с этим беспределом, прозвучала информация о том, что есть список предприятий, на которые собираются наезжать. Да, и есть предприятия, на которых наехали. Так вот, если такой список существует, я же его не видел, да? Только и говорю, если такой список существует, то я предупреждаю, что мы будем этим заниматься. И всех предпринимателей, которые ювелиров, не ювелиров, в данном случае ювелиров, милости просим, с УСКАЯ-56 мы работаем круглым, как это, 7 дней в неделю, с 9 до 5, просим обращаться и будем защищать всеми возможными методами. И второй вопрос по... Это, как мы услышали, что люди решают в этой области. Кто отказывается, все равно готовы идти на сотрудничество. Наверное, либо непомерные суммы, либо умысел на заводине. Не, Елена просто очень подошла принципиально к этому вопросу. То есть, ну, а как мне поступать, как не помочь человеку, который поступает принципиально в законодательном поле? И поэтому, то есть, я говорю, я приложу все усилия, которые возможны. Поэтому я говорю, там не только ювелиров, там не только Елена, я приглашаю всех предпринимателей, у кого, ну, внимание, которые платят налоги, обращаться, и мы готовы защищать. Потому что, если, знаете, там у нас есть одна организация, я называю его там частные предприниматели за неуплату налогов, да? То есть, типа, давайте, чтобы нам все разрешили, и мы будем что-нибудь делать, а потом когда-нибудь что-нибудь будем платить. То есть, с такими ребятами мы дел иметь не будем, потому что у нас же есть обязательства, заработал, отдай, хорошо ли, плохо ли. Вот. А вопросы негативные, связанные с наездами, будем снимать превентивно, законодательно, там, чем угодно. Спасибо. Спасибо. А есть ли еще вопросы, коллеги? Да? Михаил Валентинович, вопрос к вам. Сергей Громайский, активист. Скажите, пожалуйста, многие в курсе в этом городе, что вы помогаете предприятиям, предпринимателям разного уровня, от маленького до большого, пытаетесь помочь вернуть их деятельность в правовое русло, если они столкнулись с так называемым правовым беспределом. Скажите, пожалуйста, это является, как бы, естественным продолжением тезисов и посылов, которые были на недавно состоящемся антикоррупционном форуме? Ну нет, как я, да, как я уже сказал, что по сути своей деятельности, как народного депутата Украины, то есть я обязан помогать людям, я обязан реагировать на все проявления беззакония, которые происходят. Что касается антикоррупционного форума, действительно, я был одним из организаторов в Харькове этого процесса, и, скажем, моя волонтерская группа приняла очень активное участие в этом процессе. Но антикоррупционный форум, они отдельно организовались, это отдельная платформа, то есть я свою задачу видел организовать эту платформу, и в настоящий момент, не скажу, что я там отошел от этого процесса, но вот эта вот инициативная группа, которая оказалась после антикоррупционного форума за очищение, по-моему, да, то есть они работают отдельно, и вот эта деятельность не связана с этим процессом. Спасибо. Если нет вопросов, тогда мы заканчиваем. Спасибо. Да. Пожалуйста. Один момент, который бы мне хотелось сказать, вот, простите, не запомнила имя, вот, я говорила о том, что я бы договаривалась бы, возможно, если бы мне парализовали работу. Вообще есть, вы говорите, ювелиры, закрытая каста. С 2012 года я веду, ну, просто вот, по ночам, форум ювелирный рынок, который занимается тем, что он отстаивает права ювелиров, ну, в разных сферах. У нас очень много моментов, это долгая история, не буду сейчас рассказывать, по которым нас реально почему-то, вот, ну, уничтожают, чтобы сюда зашла. Контрабанда, там, другие вещи. То есть производителей с каждым годом становится меньше. Вот каждый год у нас уменьшается процентов на 30, то есть от того, что было перед этим. То есть это официальные данные по клеймению и по всему, то есть нас скоро в Красную книгу занесут. И очень важный момент, почему я именно захотела прийти и сказать, потому что я сомневалась, потому что вот предприниматели, которые, ну, вы видите, есть маленькие магазинчики всякие, у людей нет юриста, у людей нет знаний, у людей есть товар, там, желание работать, или предприниматель, который открывает мастерскую, вот он один сидит. Нам нужна какая-то структура, куда человек, в случае возникновения, когда к нему прибежали, когда он звонит, то есть он звонит не поставщикам, чьи товары занимают, а он звонит в эту структуру, и приезжают юристы, приезжают журналисты, и это выходит на свет, потому что, почему договариваются? Потому что каждый боится, что за него никто не заступится. То есть все молчат и ждут, что будет дальше, все знают, ой, а там были маски шоу, там того мордой в пол положили. И все договариваются, потому что каждый сам по себе. Почему, собственно говоря, вот, ну, единственный человек, который захотел об этом говорить на сегодняшний момент, это пока Михаил Валентинович. Мы с вами, мы с вами. Нет, ну я имею в виду, что у вас все-таки немножечко другой вес, потому что интернет – это интернет, а народный депутат – спасибо. Спасибо и удачи.